Михаил, ну, мы уже разговаривали сейчас с тренером Динамо, говорили ему, что счет мог быть и 5-1 в пользу Локомотива, вполне по такой игре. Понятно, что вы расстроены, понятно, что имели много моментов, понятно, что реализация была плохая, но вот вы сейчас долго были в раздевалке, мне хотелось бы у вас первый вопрос, вот мой, что сказали игрокам, как будете выводить, как поддержать вот эту игру в следующих турах? Ну, поговорили достаточно серьезно, на какую тему? На тему того, что владея, опять же, выйдя из раздевалки, начало второго тайма, наверное, преимуществом и хорошими выходами, и быстрыми контратаками, когда у тебя выходит один в один Самошников, Сорвели, и еще моменты есть, ты начинаешь нагнетать, ты начинаешь искать баланс, у тебя все как бы получается, и когда тебе забивают с трех метров в дерби, но это нельзя допускать, потому что здесь должна быть и вся работа команды, да, начинает вратарской линии, те игроков, которые зоной играют, те игроки, которые играют персонально, это ответственность вот внутренняя, вот на это как бы проговорили, да, потому что мы уже не, это не детская спортивная школа, это мы бьемся за очки, и такие моменты надо, конечно, держать концентрацию, потому что, еще раз говорю о том, что вы правильно отметили, да, мы можем как говорить сколько угодно, матч неиспользованных возможностей, сколько у нас было штанг, перекладин, сколько мы выходили один в один, итоговый результат есть, ну, и вот над этим мы, конечно, побеседовали с ребятами. Еще у меня вопрос вот, ну, по заменам, все-таки вот вы выпустили игроков, ваша оценка их, потому что действительно тот состав, который был до замен, он, в общем, доминировал, я не хочу сказать, что вышли игроки, они испортили игру, нет, но в любом случае, как бы здесь, может быть, вот вы как считаете сами, то есть это вынужденные были замены, когда нужно было просто менять немножко подсевших. Ну, нам показалось, что и Влад Сарвеля, да, то, что не использовал момент, и большой объем работы проделал, начал немножко уставать, да, и поэтому приняли решение в пользу второго нападающего Сулейманова, который, по нашему замыслу, он должен был дать и хорошее движение, и открывание, и тоногнетание форварда, которое, да, нам требовалось. Также и поменяли флангами, и выпустили свежего Тикнизяна, чтобы он больше дал остроты, там, на левом фланге пеняева сместили на правой. Поэтому они, в принципе, были направлены на то, чтобы еще больше усилить атакующий потенциал команды. Спасибо, Калинин. Роман. Роман Романов, про Спортинфо. Михаил Михайлович, вот сегодня не вышел Карпукас. С чем связано? Недовольны его действиями предыдущие матчи, или тактические, либо что-то еще? Нет, нет, нет. Приняли решение, что нам необходим был в этой игре игрок под нападающими, да, так скажем, и выбор был в пользу Сарвели. Батракова опустили вниз, когда уже по ходу матча нам нужно было отыгрываться, да, и, соответственно, выбор был в пользу второго нападающего. Поэтому абсолютно никаких претензий нет, нормально работает. Но, к сожалению, сегодня так случилось для него, да, что не вышел. Но в следующих матчах, естественно, будет у него возможность себя проявить больше. И еще вопрос. В какой-то части матча получилось так, что Нинахов играл третьим центральным защитником, а Сельянов играл латералем. Вот, хотя вроде как бы Нинахов больше фланговый, Сельянов все-таки... Вы не на то обращаете внимание. Это не схема, это роли футболистов, да, и можно говорить о том, что Нинахов без подключений, и он образует численные преимущества при начале атаки. Можно говорить? Можно говорить. Поэтому это не центральный защитник, да, это... И мы говорим о том, что схема, она может видоизменяться в зависимости от того, какие роли и функции мы требуем от игроков. Надо перезагрузить какую-то зону, значит, мы это тоже требуем, и мы можем перестроиться в немножко другую конфигурацию. Поэтому может опорный полузащитник открыться под связь. Еще ниже это будет тоже тройка. То есть это же не означает, что мы в три центральных играем. Или, например, игрок зайдет между линиями и будет играть ко второй нападающей, что вы скажете, что это 3-5-2? Тоже нет. Нет. Ну, это же роли игроков, и они перемещаются в зависимости от тех заданий, которые мы требуем от них. Ну, вопрос сам не успел задать. Как раз вопрос был, ну, в принципе, вы уже почти ответили. Я уже читаю вас. Нинахов, ну, по сути, выполнял функции в розыгрыше мяча, то есть как дополнительный был разыгрывающий именно на позицию правого центрального защитника. Ну, я понял, что вы ответили. Вроде же, да, уже ответ-то дан. Спасибо. Еще вопросы, коллеги, есть? Андрей. Андрей Аносов, Советский спорт. Можно ли назвать Сергея Пеняева лучшим игроком на старте сезона? И уже отвечали про замены, но все-таки можно по нему больше конкретики, почему его заменили именно? Ну, нам просто показалось, что можно было бы более свежего Салтыкова, да, в эту позицию поставить, тем более мы увидели, что замена произошла, Скопинца вышел, да, и, так скажем, Сергей большой объем работы проделал, все-таки 75 минут он отыграл, и нам показалось, что можно было бы более свежего игрока туда выпустить. Хороший матч провел, а насколько кто лучше и так далее, то я думаю, что вы будете решать общественное мнение, средства массовой информации. Мы свою оценку даем внутри, говорим о том, что у нас получается, что не очень получается, и корректируем это. Спасибо. Коллеги, еще есть вопросы? Я так смотрю, в матче не из-за ворот, больше вот как раз спинар-лентартов стоял, и пара моментов было прям явно очевидных, что Баринов опускается вниз и подкатывается, идет агрессивнее в подкат, чем, допустим, центральные защитники, профильные, Фасон и Жерзинив. Это было задание, или Дима сам смотрел и понимал, что надо страховать и как-то самому включаться больше в эпизоды. Задание вы имеете в виду, что одному играть плотнее, другому не плотнее? Ну, что он видит, допустим, что как будто бы не очень хорошо играют защитники, он видит, что надо идти самому вперед в борьбу и как бы быть более инициативным, что ли, в плане сбора. Но это нормальная работа опорного полузащитника, быть инициативным, быть цепким и работать в прессинге. Просто потому что он как раз выполнил работу за Жерзини, который сегодня, как показалось, опять же, мне проиграл почти все. Вот посмотреть, какой процент единоборств, понятно, что... Ну, вы должны четко понимать, да, когда против тебя ты двухметровый футболист, атлетично сложен, и против тебя играет игрок, так скажем, не с такими антропометрическими данными, как Костя, да, Тюкавин, а быстрый, юркий, резкий. А ты не можешь с ним соревноваться в скорости. Это бессмысленно. Он тебе в любом случае будет иметь преимущество за счет своих координационных способностей. Поэтому надо правильную позицию выбирать, давать возможность таким образом, чтобы он там за спиной не открылся. Поэтому я не думаю, что значит проиграл почти все, но не соглашусь.